Девушки отдыхают 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 Также у него была усилена, правда здесь плюс пятерочка, почти ощущение в Максе и Ешке вы не увидите разницы, что было, что не было. По моему мнению, Атрокс вообще никак не усилился. То есть, что был чемпион только вантрикмейнеров, так и останется. Те, кто хотят заново, допустим, освоить какую-то новую линию, допустим, были ребята-мидлейнеры, либо Адекерри. Атрокс это не тот, с чего вам стоит начинать. А вот интересный чемпион Джейс, и к нему, конечно же, много претензий у Ривотов, потому что последние все чемпионаты мы видели с вами жесткого доминатора Джейса на топе, Джейса на меде. Даже некоторые поигрывали Джейса в лесу. Было, да, ребят, было на Олд Стар чемпионате, на матче всех звезд, был Джейс в лесу два раза. Ну, в итоге они хотели прочитать шоколадный заряд, ну пусть будет шоколадный заряд. Шоколадный заряд мы уменьшили на десяточку. Это не так сильно повлияет, а вот Ешка, перезарядка, довольно сильно увеличилась на первых ловелах. Теперь вы реже сможете давать свою Ешечку на линии, потому что вы же ее не максите, зачастую Кушка максится. Ну и как итог, ощущение на линии его должно быть гораздо слабее. Каин. Риуты понимают прекрасно, что Каин не вошел в этот новый патч, который они сделали, ну, новые руны имеются в виду, и решили его усилить. Усилили они, конечно же, именно красную форму, потому что синяя форма это чизовая тема, вы играете в Ассасина, и там урона вам достаточно. Кстати, об уроне поговорим чуть-чуть позже. Ну, а здесь вы видите показатели прироста силы атаки увеличили, и увеличили вампиризм, ну, или лайфстил. 25 плюс 1 процент, был теперь 34 плюс 0,5. Ну и на 18-м левеле одно и то же и осталось, то есть это в начале игры усилили его. Клет. Клет чемпион, про которого все забыли, а ведь он матюгается еще как, будь боже, будь здоров, ребят. И в английской версии, и в русской, и во французской, наверное, тем более. А уж если взять польскую, я не шучу, так и есть, в польской версии у нас слово курва произносит. Есть такое дело, но все про него забыли, по той простой причине, что на линии у него много живых врагов, которые как раз в этой мете сейчас по-прежнему играются. Клет не побеждает этих танков и не побеждает этих брузеров. Ну, и решили немножко его усилить, посмотреть, может, люди начнут его играть. Просто напомнить о нем. Так-то, десяточка на Ешке и стандартный прирост плюс базовый урон увеличение, не сильно должны его вернуть в игру, там, может, на 1% винрейт увеличится. Рениктона, по сути, та же самая история коснулась. Правда, Рениктон специфичный чемпион, и вантрикмейнеры сейчас возрадуются им. Так что Рениктон тоже усилен, видите, цифры есть. Темарь был ослаблен. Связано это было с тем, что даже изменение рун, ну, помните, изменение синей ветки в предыдущем патче в 7.24, сейчас у нас 7.24b, они думали, что люди перестанут за него играть. А нет, люди продолжили за него играть, и решили они тогда ему прирост здоровья уменьшить, чтобы он не был таким здоровым чемпионом, и одновременно силу атаки ему уменьшить. Все же он ability power чемпион, не должен на софта атак так много урона наносить в начале игры. 58 слишком много, было 54 теперь. Вот это вопросительная ситуация, почему Хасаги, либо Ясуа Риуд поднимают, ну, это к ним уже можно поехать в студию, или, я не знаю, под домом у них там постоять, с табличкой Y-Hasagi Y, потому что здесь идет усиление его кушки на 20-ку, в лейт-гейме 20-ка в начале, так как была, так и остается, но с каждым разом все сильнее и сильнее будет. И дальность его эрки увеличена. На половину флэша, кстати, довольно высокий рейндж, возможность нажать ваши эрки, ну, это для тех чемпионов, которые издалека, конечно же, могут делать подкидывание, и вы иногда могли не достать до них. Ну, и стандартный прирост сопротивления, не 0.5, не пол магической защиты за левел, а теперь 1.25. По сути, это очень много. Сами предметы, которые относятся к топ-лейнерам, Риуд решили усилить тему от на линии, соответственно, титаническая гидра, больше урона у нее стало, потому что здесь было плюс 5, ведь ненасытная гидра осталась такая же, как и была, 80АД, но титаническая гидра. Я ее и так собирал на многих джанглерах, и топ-лейнеры, я думаю, тоже будут рады этому приросту. Интересные изменения касательно Ласт Висперов. Тот Ласт Виспер, который считался Ласт Виспером по танкам, Риуды решили убавить у него максимальный урон с 1000 до 2000. Как это поменяет игру? Дело в том, что раньше, когда вы покупали этот Ласт Виспер, вы все равно, будучи адекере, у которого 2200 хп, пробивали брузеров, у которых всего лишь где-то 2600-2700 хп с дополнительным процентом, потому что у них всего лишь на 500, ну, хоть и всего лишь на 500 хп больше, чем у вас, но этого достаточно, чтобы начинал ваш Ласт Виспер работать. Теперь же этого будет недостаточно. Защита, по сути, брузеров от того, что их убивают адекере процентным уроном. По мне, это хороший нерв, потому что танк, он должен быть танком. У него 4к хп, к 5, к 6 даже идущие. Вот это вот правильная цифра. А те ребята, у которых просто 2800, ну, с другой стороны, есть такие чемпионы, как Ривенка и Ирелия, да тот же самый Клет, у них вроде 2800, а чувствуется, что они настолько танковые, что ребята там 6к хп, а чегат будет менее страшен. В общем, этот Ласт Виспер сейчас, ну, он называется Поклон Лорда Доминика. В русской версии, Лорд Доминик, не помню, как Поклон был по английскому языке, реже будет собираться, все же чаще собираете резалку от хила. А вот эти предметы на леталити, либо на смертоносность, про которые я говорил, что мы немножко к ассасинам вернемся. У всех у них смертоносность снизили на двоечку. С 12 до 10 у Серата Дзирка, ну, который зазубренный клинок. И, соответственно, все 3 предметы, которые с него собираются, теперь не 20-ку дают, а всего лишь 18. Прирост по левелу все остался тот же самый. В начале 60%, в конце 100%. На 18-м левеле имеется в виду. Ну, цифры вы видите. 2 не будет так сильно ощущаться, наверное, в лейтгейме, но все равно это какие-то нерфы, того же самого Казикса лесного, того же самого Ксинджао играющего, или Джаруан играющего в леталити. Ну, и, конечно же, это касается Пантеона на топе, Талона, Зеда. Эти все чемпионы пострадали. Переходим к мидлейнерам. Азир. Понимали Риоты, что Азир был слишком силен на этом чемпионате последнем All-Stars Day и на Кеспо-кубке, и решили они его немножко ослабить. Но ослабили его лейтгейм потенциал. Первые 6 левелов, видите, W без изменения. На 7-м с 12-м уже 20-ка почти снята. И в конце игры чистая 20-ка уже снята с 13-го по 17-й левел с его W. Но, с другой стороны, я не думаю, что это сильно повлияет на игру, потому что к этой стадии игры его нужно за счет других вещей, за счет скорости атаки и пассива каких-нибудь наносит урон. Кассиопия. Честно, я бы ее вообще не трогал. Мне кажется, что она на самом деле сильный чемпион. Ей нужно, чтобы руны были корректированы, а не сама она. В итоге Риоты решили понизить затрату маны на кушку и усилить скейл у 2 клыка, это которая Ешка, 10% здесь добавить. Но у чемпиона проблема-то на линии. Дело в том, что раньше на линии она могла доминировать того же самого Райза, того же самого Влада, побеждать. А в ледгейме она была все равно монстром и сейчас осталась монстром. Они же решили, что вот это ей не хватало на линии. Но не проблема с маной у нее была. А 10% обилити пауэр прироста, 10% обилити пауэр прироста они не зарешают. Я думаю, этот нерв вообще никак не повлияет на чемпиона. То есть он как был в ледгейме монстром, так и остался. Как была лейнинг фаза слабая, так и осталась. Корки. Вот это, конечно, все ожидали. Ждали уже очень давно, причем ждали еще после чемпионата мира, что первое же изменение будет касаться именно Корки, потому что слишком много у него урона. И как с этим бороться в ледгейме непонятно. А новая сейчас мастерка, которая Fleet Footwork, после ваших критов вы получаете скорость передвижения 30-ку, с тринити она идеально работает, плюс лайфстил слишком жестко. Но они пока решили просто схватиться за базовые цифры. Уменьшили тройку урона в начале игры, прирост уменьшили, ну, до ледгейма, соответственно, еще меньше. И фосфорную бомбу ослабили на двадцатку в ледгейме. В начале она остается все такая же прежняя. Катарина, первое изменение, которое давненько уже витало где-то в облаках, там, не знаю, с патча 7.7. Катарина монстр соло-ку, но при этом никакущий чемпион на чемпионатах, никто ее нигде никогда не брал и вряд ли брать будет. Ну, Риутер решили ей ешку ослабить. Причем ослабили, видите, сразу же минус 15 и минус 15 в конце игры 90 и 75. Зоя, все они ее корректируют, корректируют, но это, на самом деле, просто корректировка ее кушки. Прочитайте полностью описание, все поймете. В комбинации Ку-Ку-Р урона стало чуть-чуть меньше. Ну, если вы его будете делать правильно. Раньше-то, даже если вы делали его неправильно, ну, если вы будете делать правильно, урон остался тот же. Просто если вы делали его неправильно, урон тоже был раньше правильный. Короче, сложно объяснить. Те, кто не играли, но если вы прочитаете и если вы играли, то вы все поймете. Нижняя линия. С минус прирост скорости атаки. Ну, не знаю, если они серьезно думают, что С строится вокруг скорости атаки. Возможно, он у них Infinity Age собирает. Ах, да, подождите, я забыл сказать вам. У Эза же, если зайти в его предметы советов, там висит Infinity Age. Точно. Там даже, по-моему, Trinity Force нет. Бывает такое. Ну, Риут, наверное, виднее, но мы, дурачки из Solo Q, зачем-то собираем его через каплю Ботарк и Trinity Force. Поэтому нам скорость атаки, что есть, что нет, это прирост базовый никак не повлияет на его Solo Q-шную мету. Напоминаю, у него все еще 56%, там, то понизится до 55%, то до 57% повысится. Как в том анекдоте. То потухнет, то погаснет. Так и здесь. Израэль то потухнет, то погаснет. Как сильный топ лейнер. О, это топ лейнер. Сильный Адекерри. Леона. Саппорт, который должен был быть нерфанут, но Риуты решили по урону все работать. Они не хотят нерфить как-то механику чемпиона, избавлять ее от возможности делать ол-ин на третьем там левеле. Помните, они ослабили ей даблью в начале на линии, теперь они ослабили ей кушку на линии. Но самое смешное, цц эффекты-то остаются, танковый все равно остается. Ну, урон, то, что вы сняли двадцатку, хотя может зарешать. В комбинации с потерянным уроном с даблью уже, уже ощутимо должно быть. Хотя Леона по-прежнему в топах. Она уже не первая, она на четвертом месте сейчас находится. Мисс Форчин. Насколько я понимаю, вот эта вот Ешка, нерв, которая остается в лейтгейме одинаковой 10-10, касается именно не саппорта, а Адекерри. Как бы это смешно не звучало. Дело в том, что Адекерри зачастую не максит Ешку. Они ее берут один раз и потом ее стараются добирать уже там после 11-го левела. И все это время они будут с 18-ти секундной Ешкой ходить. А вот саппорты, они только на первых левелах почувствуют эту боль, но уже на четвертом левеле, когда они вкачают себе, на пятом, левеле, когда они вкачают себе третий раз, у них будет 12 против 14-ти секунд нынешних. Было 12, а сейчас будет 14. Это, ну, почти не будет разницы. То есть саппорта Мэвка все еще жива, Адекерия и Мэвка тоже жива, но надо более аккуратно относиться к своей Ешке. Надо понимать, что если ты ее даешь, то считай, больше дать ее в ближайшие полминуты таких вот приличных ты не сможешь. Ну и здесь тоже самое предметы смертоносности решили зачем-то снова не повторить. Про Джина здесь еще написали, чтобы я вот вспомнил, да, есть Адекерия, которая строится вокруг этого предмета. Кстати, Мэвка тоже вокруг них строится, так что Мисфорчин, Джин тоже лишились вот этих вот леталити предметов. Рамус. Риуты здесь написали, что Рамус, ты нас прости, ты не попадаешь ни в один из разделов, давай без обид, окей. Ну, вообще-то он джанглер, так что он попадает, просто вам лень было написать джанглер, так и скажите. Лесник не бывать. Минус 15% дополнительной скорости атаки в начале игры у Рамуса было когда-то добавлено в качестве дополнительной пассивки, ибо у Рамуса был странно тяжелый такой лейнинг фаза. Вы первые три левела очень тяжело могли фармиться и гангать почти не могли, потому что очень долго фармились. Теперь они это убрали, потому что увидели, что сам по себе Рамус адаптировался. Ну и игроки поняли, как им маршрут проводить. И решили убрать то, что было когда-то давно добавлено. Ну и уставился у нас последние вещи, ребят. Руна колдовства. Ее решили еще чуть-чуть потрогать. Давайте посмотрим, как они ее полапали. А главный бонус, который они убрали, это бонус колдовства плюс что-то. Когда вы брали себе в качестве Сорсери первую ветку, синюю, которую помните, вы всегда получали плюс 15, либо плюс 25 силы умений Абилити Пауэр. Теперь вы будете получать только 12 АД и 20 силы умений. Ну и если вы объедините вдохновение, Инспирэйшн плюс Сорсери, то получали раньше 16-27, теперь 13-22. Идея заключается в том, что эта ветка все же чаще пользуется в качестве основы синей веткой, нежели Риуты задумывали ее. Они хотели конкретно делить чемпионов. У нас есть какое-то количество танков, какое-то количество ассасинов, какое-то количество АД Керри, саппортов, брузеров. И они примерно знали, сколько должно быть синих веток использовано в качестве основы. А оказалось, что ее используют слишком часто и надо ее значит ослабить. И второй уже патч подряд по сути его нерфуют. Также нерфует поток маны. Мана флоу теперь откат идет не 60 секунд, не 1 минуту, а минутой 15 секунд. Вам надо ждать, чтобы маны воспользовались. Это очень сильно ударит по саппортам, которые брали Сорсери в качестве главной ветки, а вторую ветку какую-то дополнительную, но не Инспирэйшн. То есть к ним печеньки не приезжали. Ну и также это касается и миндеров, которые надеялись, что мана флоу потокового мана им хватит. Ну и ожог, ослаблен. Начальный урон, лейтгеймовый урон остался все тот же, 60 на 18, но минус 10 урона на первом левеле. В общем-то и все, ребят. Будет еще, конечно же, видосики у меня на канале. По патчам все, в этом году больше патчей у нас не будет. просто оставайтесь на канале, смотрите видосики. Есть много чего еще показать, особенно с турнирного модуля Лиги Легенд. Четыре дня подряд мы тут играли. Все в подборочках сделаю. Качественно, красиво. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, конечно же, ВКонтакте, в группе. Все тоже выкладывается. Ну и ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!